Всем привет, меня зовут Николай Шмачков и сегодня мы поговорим про SEO-продвижение для начинающих. Здесь будет дополнение к тому ролику, который я создавал, здесь будет обзор прессы, рекомендации известных SEO-шников относительно того, что лучше начать читать тому, кто хочет начать изучение продвижения сайта прямо сейчас, с нуля, своими руками. Очень больная тема, потому что на самом деле сейчас многие тренды уже устарели, которые были популярны несколько лет назад, а новые толком-то нигде еще особо и не расписаны. А если и расписаны, расписаны эфемерными словами, например, просто создавайте контент, полезный пользователю, без конкретных чек-листов. Что это значит? Это значит, что скорее всего информация есть, она разбросана и в этом ролике я постараюсь рассказать про большую часть статей, которые я нашел в сети, которые считаю однозначно полезными для начинающего SEO-шника. Так что поехали, оставайтесь до конца и обязательно не забывайте подписываться на наш самый крутой YouTube-канал по SEO-продвижению и, конечно же, на наши подкасты. Все ссылочки будут в описании. Итак, поехали. Первый ролик, на которую, первую статью, на которую я бы обратил внимание, это, конечно, большущая статья серпстата. Блог серпстата очень обширно решил рассказать по этой теме и постарался рассказать про SEO-книги. Что читать, чтобы стать специалистом совета экспертов. Итак, поехали. Статья достаточно очень лаконично написана. Мне она понравилась. Здесь, собственно, расписаны большинство книг. Некоторые даже я, скорее всего, в будущем почитаю, потому что некоторые я, честно, не читал. Вот. Очень неплохо, скорее всего, почитаем книгу Ашманова. Оптимизация сайта в продвижении поисковых системах. Я думаю, те, кто читали эту книгу, в комментариях поделитесь, как она вам, помогла она вам или нет. Я думаю, будет очень интересно. SEO-искусство раскрутки сайтов. Читал. Достаточно интересно. Основы работы поисковых движков. Большую часть информации я умудрился изложить в одной из своих статей. Ссылочку я оставлю в описании. Я старался более в общих чертах рассказывать. Там гораздо более полно, более понятно, то есть, как работает поисковая система, как она эволюционировала и так далее. Введение информационный поиск. Честно, не читал, не интересовался, потому что, это более компьютеризированная такая статья. Если же вы, конечно, занимаетесь машиной разработкой поисковых движков, однозначно будет полезно. Как SEO-шнику может быть немножко перегружено. Вот. Идеальный поиск в интернете глазами пользователя Андрея Иванова. Я не читал, честно, не могу сказать. Если вы читали, поделитесь в комментариях. То есть, в целом, очень неплохие книги. Мне некоторые даже заинтриговали. И очень классная статья. Это что советуют эксперты. В принципе, как вы видите на экране, я бы обратил внимание, Сергей Кокшаров, он известный блогер. Мы у него размещались. Автор блога Дивакару. Дмитрий Шахов, то есть, Севальнев, Елена Першина, Михаил Шакин, Роман Вердыш. Можно посмотреть ответы. Например, книги, которые считают оптимальными Сергей Кокшаров. Это SEO-искусство раскрутки сайтов 2017 года. Единственное, что с 2017 года, возможно, многие вещи уже устарели. Но, скорее всего, тут расписаны принципы работы поисковой системы. Введение информационный поиск. Я так понимаю, книга старая достаточно. Но нужна для того, чтобы понять, как работают алгоритмы. Но алгоритмы, я уверен, что уже давным-давно изменились, и книжки, возможно, уже устарели. То есть, если из книг, считают, если он их достаточным, значит, скорее всего, из книг вы нового мало что подчерпнете. Как вы видите, что Дмитрий Шахов, например, аналогично считает книгу Ашманова. Надо бы действительно почитать. По поводу форума Search Angels, однозначно Дмитрий Шахов прав. Это самый правильный форум, где вы получаете максимальные ответы по всем проблемам, которые у вас возникают. То есть, для новичка это идеальный форум, где вы действительно можете читать и просто просвещаться на пустом месте. То есть, просто зайти на форум и читать ответы. Однозначно, иностранная пресса с Дмитрием Шаховым полностью солидарен. Иностранная пресса в этом плане гораздо проще. Ну и правила поисковых систем. На удивление, делаем то же самое. Почему? Потому что оптимальнее всего читать эту справку Google, справку Яндекса. Вот, например, инструкции для аксессоров Google доступны. Ссылочку я оставлю, кстати, в описании. Очень неплохо. Нужно будет сохранить себе ссылочку, как работает поисковик. Вот. И, собственно, очень неплохо. То есть, в целом, как вы видите, также есть тут обзор всевозможных других книг. Но я бы остановился действительно на мнении Дмитрия Шахова и Сергея Кокшарова. Очень неплохой обзор. На них бы я и обратил внимание. И так, как мы видим, статья Serpstat достаточно лаконично и понятно рассказывает мнение каждого из SEO-специалистов относительно популярной литературы. На что следует обращать внимание, да, и с чего следует начать продвижение. Я бы остановился на тех книгах, которые я как раз и рассказал. Некоторые действительно не читал, наверное, наверстая упущенные в ближайшие дни. А теперь перейдем, собственно, к большому обзору, гайду, такому дайджесту от сайта Текстера, что они считают оптимальным для изучения новичку. Итак, поехали. Итак, как мы видим, статья достаточно большая, на 19 минут. И они здесь делают ее в формате дайджеста. То есть вы можете посмотреть статьи вебинара Текстера, которые они делали, чек-лист по оптимизации сайта. Вот первое, что мы изучим. Изучим и дадим свое мнение относительно этой статьи. Время чтения статьи 43 минуты, поэтому мы постараемся очень корректно пройтись так по каждому пункту, на что они, соответственно, обращают внимание. Все, что касательно технического блока, это на самом деле здесь большая часть все нужно. Как вы понимаете, многие вещи уже могли устареть, многие вещи могли измениться. Но в целом, все, что касается технического блока, на самом деле здесь очень все понятно. То есть я, в принципе, даже визуально не вижу, ну, серьезно, таких больших разбросов. То есть что-то неверное я не встречаю. По внутренней оптимизации, оптимизация тега Title, Description, давайте посмотрим, что говорят про Title. Действительно, хороший заголовок страницы это 30% успеха. Содержат ключевые спразы, ключевики в начале, содержание страницы уникальный. Написан привлекательно. Да, вот это очень важный показатель, потому что CTR в поиске, он очень критичен. То есть, поэтому Tool не повторяется более двух раз. Конечно, они рассказывают инструмент для проверки, это исключительно по поводу Title, есть он или нет, нет ли ошибок. Но нету оценки качества Title. Здесь нужно будет действительно обратить внимание на наш Tool. Ссылочка будет в описании. Наш Tool, который позволяет оценить качество непосредственно Title. По поводу Description, здесь все очень, очень интересно. Не следует забывать, что Description не всегда отображается. И то, что он должен быть действительно уникален, не копировать. Здесь по нему мы полностью солидарны и здесь все понятно. По семантическому ядру. Вот здесь вот очень интересно, потому что семантику собирают все как хотят. Это как борщ, который все варят, собирают разными методами. Но на самом деле общие трюки и методы сбора семантики мы рассказывали в ряде наших видео. Я думаю, вы их уже смотрели. Если смотрели, ссылочки тоже оставлю в описании. Относительно того, откуда действительно надо вытягивать семантику, это поисковые запросы. Тут правда только Яндекс. Яндекс, хотя на самом деле вытаскивается прекрасный запрос, а, ну да, собственно, из поисковой консоли. Вот. Сайты конкурентов. Вот здесь маленький нюанс, не рассказано какие методы. Здесь почему-то незаконно забыт Ахревс. Ахревс, однозначно лучший сервис по вытягиванию запросов у конкурентов. Кей-коллектор это уже для сбора, для чистки, но для сайта конкурентов позволяет вытащить Ахревс. Базы серв здесь непонятно конкретно чем. Семраш в смысле имеется в виду. Ну, Ахревс незаконно забыли. Я считаю, что он даже лучше, чем все, что здесь перечислено, это все мусор. Кей-коллектор, конечно, полезен, потому что, ну, удобно где-то перебирать их. Но однозначно Ахревс в этом плане серьезней. Вот. Исключены нецелевые запросы. Вот этот маленький нюанс. Есть запросы, которые действительно мусорные. Вот, потому что они действительно там бесплатно реферат скачать самостоятельно. Но не стоит забывать, что запросы как, что и почему однозначно полезны, потому что вам чем-то надо блок забивать. Потому что если вы соберете чисто коммерческую семантику, она сгодится для контекстной рекламы. Ну, точно вам не, ну, вы, если почистите, то есть вот этот момент, то здесь как-то не полностью расписан. Вот. По поводу сбора подсказок в Яндекс и Гугл, так никто не собирает. Это все мусор. Собирать надо в кей-коллекторе подсказки, либо, допустим, через Аберсаджест собирать подсказки, либо Энсвердепаблик собирать подсказки. Все эти тулы, они однозначно гораздо лучше, чем то, что здесь перечислено. Статья однозначно немножко заводит вас в тупик, потому что она рассказывает, что надо сделать, но не рассказывает как. Так что в целом, ну, мое мнение по статье, она, конечно, составлена как большой чек-лист. И в целом, ну, окей, допустим, вот они говорят по поводу отсутствия АГС-сайтов и явных SEO-ссылок. Если на вашем сайте уже есть такие ссылки, что вы с ними будете делаете? Ну, я все понимаю, но если уже ссылку на вас кто-то поставил, предыдущий SEO-шник, как вы ее закроете, если, допустим, она сделана на каком-то сервисе? CheckTrust однозначно мусор, FastTrust мусор. Ссылки на ваш сайт Search Console, внешние ссылки от Кинско-мастера позволяют их выловить, но лучше всего позволяет их выловить Ахревс. Однозначно Ахревс в этом плане лучше, так что... Вот, собственно, его самое забавное, что ниже гораздо выделили, а здесь его забыли незаконно. На самом деле, большая часть действий делается в Ахревсе без особых заморочек. По поводу регионального продвижения. Здесь наличие в справочнике однозначно, Яндекс.Вебмастер, Геосайтмэп, наличие региональных страниц. Давайте посмотрим, что это такое. Под каждый регион должна быть создана страница с описанием деятельности, услуг, товаров и контактов, усиливаем вхождение топонима, метатеги и URL. Ну, смотрите, если на самом деле вы создадите 500 страниц, которые, допустим, заточены, допустим, там, ремонт шин там в каком-то городе Москвы, в каком-то городе Московской области, ремонт шин там еще в каком-то городе Московской области, вы просто создадите такие пустые страницы. Однозначно в Гугле они даже в Индексе не появятся. В Яндексе, может быть, вы умудритесь обмануть, но в Гугле вы однозначно не сработаете. Более того, однозначно этот мусор, мусорные страницы никак не выведут софтов. Если вы знаете обратное, обязательно напишите мне в комментариях, как вам удалось эти страницы создать, они ранжируются и приносят вам трафик. У нас получалось делать подобные страницы для магазинов розничной сети. То есть у нас были сайты, страницы, список магазинов, и под каждую страницу, под каждый магазин была создана отдельная страница, которая перечисляла его фотографии, где он находится, как проехать, как связаться и телефоны конкретные этого магазинчика. То есть в некой локальной точке выдачи были действительно созданы отдельные страницы. Для каждого города там несколько филиалов. Это действительно работало, да, для магазина там по мобильным аксессуарам. Это идеально работало. Этот метод, если у вас на самом деле вы просто нагенерируете целый вагон страниц, а реальных точек нет, ну я думаю, что вряд ли это сработает. Ну, если у вас получилось, напишите обязательно в комментариях, это будет очень интересно. Особенно интересно, если у вас получилось провернуть этот трюк в гугле. Вот, едем дальше. Вот, на сайте нет, давайте тут про технические пункты мы здесь посмотрели. Многие вещи, кстати, я сомневаюсь, что тут более детально будет расписано, как это делается. Ну, давайте посмотрим. Действительно, по контенту очень важно раздел вопрос-ответ. Однозначно, каким бы вы бизнесом ни занимались, у вас всегда будут очень глупые вопросы клиентов, на которые нужно будет расписать одинаковые ответы, которые задают для того, чтобы экономить ваше время. Раздел вопрос-ответ одновременно убивает двух зайцев. Вы делаете себе фактически страницы, которые отвечают под поисковые запросы, и одновременно создаете страницы, которые отвечают фактически на вопросы клиентов, и вы экономите свое собственное время. Вот, относительно форматирования контента, это больное место практически всех, однозначно, да, этот пункт важен. По поводу обучения, давайте посмотрим, как они, собственно, говорят, относительно как делается контент. Ну, как мы и видим, ничего нет. Просто перечислено, перечислено, перечислено. Каких-то секретов, как создавать контент нет. По поводу контента, Анатолий снимал большой ряд видео, как вести блог, как создавать блог. Также у нас есть огромный цикл статей по контенту, я думаю. Вот здесь вот упущено очень много, вы можете почитать на нашем сайте. По поводу поведенческих факторов, однозначно здесь, да, страница входа соответствует запросу. Здесь все верно, здесь все верно. Давайте-ка мы посмотрим по поводу, вот время на сайте не меньше, чем у конкурентов. А вы знаете время на сайте конкурентов? Ну, не существует сервиса, который позволяет это померить. На самом деле у вас должен быть инсайт, по-другому вы никак не посчитаете время конкурента, это физически невозможно. Так что, ну, статья немножко, я бы так сказал, статья не сделана как чек-лист, а статья сделана просто как, ну, давайте-ка мы учтем, что на самом деле важно для SEO, а как это делать, ну, нас это не волнует. Вот. Так, по поводу наличия фильтров. Здесь вот это, кстати, самое интересное, потому что фильтры определяют достаточно сложно. О части фильтров вас, конечно же, уведомит Яндекс. Google вам практически ничего не скажет, только раз уж если вы не нарушите какой-то очень жесткий фильтр, после которого сайт практически вообще вылетает весь из индекса. То есть Google обычно за мелкие фильтры, типа панды, пингвина, вообще никаких уведомлений вам не присылают, вы просто видите падение позиций и больше ничего. Итак, нет аффилированных сайтов. По поводу аффилиатов, сервис для проверки аффилиатов, ну, в принципе, я на самом деле знаю, что аффилиаты проверить достаточно просто в поиске, но есть, возможно, сервисы, но вот я попытался на него зайти, что-то он сегодня не хочет открываться, ну, наверное, не работает сегодня сервис. По поводу поиска аффилиатов, я думаю, вы можете рассказать, как вы сами ищите без этих сервисов в комментариях, я буду рад, если вы в комментариях все детально расскажете. Относительно проверки заспамленности текста, не пользуюсь ни тем, ни другим сервисом, Text.ru однозначно лучше всего проверяет заспамленность, проверяет вводу, вообще идеален Text.ru в этом плане, то есть, если вы хотите проверять ваш сайт, Text.ru это лучший сервис для проверки заспамленности, орфографии и банально воды, потому что копирайтеры просто у нас все родились в знак водолея и льют в воду. Вот. По поводу рекламы, то есть, ну, есть такое понятие, там, переизбыток рекламы на сайте, Google по этому поводу тоже недавно высказался. По поводу статьи, чек-лист, однозначно, я бы сказал, больше минус, много чего написано неверно, много чего устарело. Было бы неплохо, чтобы статью переписали, поэтому, ну, я, в принципе, пройдусь по остальным статьям этого блока, но первая статья меня очень расстроила, она слабенькая достаточно, и однозначно по Text.ru лучше не учиться. То есть, вот если по первой статье, которую мы рассматривали, она очень неплохая по книгам, то эта статья, конечно, содержит много текста и мало конкретики. По поводу остальных пунктов, некоторые мы уже видели, линкбилдинг по-русски. Давайте посмотрим, какой линкбилдинг актуальный советуют изучать сейчас. По поводу линкбилдинга. Так, собственно, говорят, где проверить, как получить. Ну, поехали. Первое, что нам говорят, по поводу получения обратных ссылок. Что такое обратные ссылки? Да, вы сами знаете, это ссылки, которые на вас ставят внешние ресурсы. То есть, ссылки могут быть абсолютно разными. Некоторые ссылки могут быть вполне, там, допустим, сервисов, социальных сетей, допустим. Ну, допустим, первые, самые популярные виды ссылок, да, которые, это сайты, которые перепродают трафик, сайты-каталоги. То есть, например, Яндекс.Маркет, самый известный в России каталог. У нас в Украине популярен hotline, допустим, price.ua, банально по перепродаже трафика. Я не говорю конкретно про маркетплейсы, типа, как розетка, да, на которой, условно говоря, вы прямо уже получаете продажу без перехода на ваш сайт, а именно сайты, которые перепродают трафик на ваш ресурс непосредственно напрямую. То это за бэклинки формально не считается, потому что они арендные, они закрыты, и никакой вес не передают. Мы говорим про те ссылки, которые вы оставляете, и они остаются. В поисковой системе это популярно, это ссылки на картах, это ссылки на справочниках, ссылки в каталогах, ну и, конечно же, ссылки в статьях, ссылки в блогах и других ресурсах, допустим, форумах и подобных им ресурсах. Поэтому, вот по поводу этих ссылок, собственно, и ведется вся работа силошника для их получения. Эти ссылки, они и нужны для продвижения в поисковой системе, потому что именно эти ссылки поисковая система и учитывает. Вот не будем путать первые со вторым. И вот, статья говорит действительно, как их можно получить. В первую очередь, на что они упомянуют, упоминают, это биржи ссылок. Первое, что говорят, что нельзя не упомянуть о биржах, да, то есть, вот, и в качестве вебмастера, так, пам-пам-пам, действительно говорят, что на биржах мусор, на биржах мусор, поисковики банят, и вы ошибаетесь. Ну, да, ссылки до сих пор еще работают. Пачка на дешевые статьи. По поводу, кстати, покупок статей, однозначно правы. Никогда не покупайте статьи непосредственно на самой бирже Миролинкса. Даже на Миролинкс. Почему? Потому что статьи, они продают за небольшие деньги, там, две тысячи рублей статья, там, две с половиной тысячи рублей статья. А на самом деле, эти статьи закупаются по мизерной цене, генерируется какой-то мусор, накидываются какие-то картинки, и делается вам ссылочка. В итоге, вы переплачиваете, мало того, что за этот недокопирайтинг, так и получаете еще, вроде бы, на нормальной площадке, на мусорной странице, ссылку, которая никакого эффекта вам не даст. Потому что, это все мусор. По поводу создания ссылок, здесь они правы, что да, однозначно заказывать текст, нет смысла. То есть, все видите, текст они говорят, текст. Гарантия индексации, ну, не знаю, по поводу, здесь не могу сказать, фактически, если вы размещаетесь на нормальной площадке, то есть, по поводу бирж, я бы сказал, что они, в основном, накидали одни минусы, типа, вот, сами не покупайте на бирже, ничего у вас не выйдет. Но, на самом деле, по поводу ссылок с бирж, я могу сказать, что на сегодняшний момент, в русском интернете, ссылки с бирж пока еще работают, но не, как говорится, в хороших руках. Почему? Потому что, ссылки с биржи сделаны, купленные просто, вот, на GoGetLinks, просто так, где-то в фрагменте текста, либо купленные, там, на MirrorLinks, и вы заказали, прям, там, копирайтинг, это все мусор, нет, ссылки нужно делать качественно, текст нужно для них писать качественный, да, даже для MirrorLinks, вам нужно писать статью самому, тратить на это время, писать качественную статью, на их площадке. Более того, не забывайте еще и перелинковать, потому что, на нее 100% внешних ссылок не будет, на нее нужно будет сделать ссылки из каких-то других источников, допустим, с ваших собственных сателлитных блогов, не забыть на нее сделать ссылки, чтобы она получила хоть какой-то минимальный вес. Поэтому здесь они не раскрывают всех секретов, и так, что в этом плане, статья немножко слабоватая. По поводу каталогов. Каталоги существуют, можно опубликоваться, только теперь маленький нюанс, что каталогов стало меньше, да, их нужно искать, их нужно искать. Мы создали классный тул, который позволяет искать живые каталоги на сегодня в поиске. На самом деле, здесь в статье про это не рассказано, нужно воспользоваться нашим тулом, вбить название вашего конкурента, ну, желательно побольше собрать конкурентов, либо тип бизнеса, и при помощи нашей утилиты, которая занята, так и называется, поиск блогов и каталогов, действительно найти все, что вам нужно. Так что, здесь они говорят, что это минус. Нет, запоминайте, если вы хотите учить это все делать самостоятельно, своими руками, то беремте наш тул, берете, название конкурентов, берете название вашей сферы бизнеса, и те, которые будут в топе, те и вам не нужны, другие вам не нужны. Регайтесь на них сами и получаете ссылки. Итак, гостевой блогинг. Что по поводу гостевого блогинга я могу сказать? Это на сегодняшний день самая дорогая и самая эффективная методика получения бэклинков. Бэклинки с гостевого блогинга получаются самые качественные. Почему? Потому что вы получаете ссылки с очень нужных вам источников. То есть, что такое гостевой блогинг? Это фактически, когда вы делаете статью на своем ресурсе, когда вы размещаете эту статью непосредственно у себя, пиарите, вы можете создать любой контент. Это может быть статья, это может быть утилита, это может быть какой-то сервис, платный, бесплатный, с фремиумом, все что угодно. И вот для пиара этого сервиса вы просите любую площадку, в частности, эту же площадку Текстера, разместить, например, ссылочку на нашу утилиту. И как вы видите, ссылочка на эту утилиту есть на этом блог каталог Сёрч, собственно, они его засунули в гостевой постинг, хотя оно логичнее было бы связано с каталогами, но на самом деле оно нужно и там, и там. То есть, вы обратите внимание, что поиск блогов и каталогов можно делать при помощи нашей утилиты. Вот здесь вы вбиваете этот ключик и здесь вы непосредственно получаете кликабельные ссылки и при переходе на них вы можете перейти и поискать каталоги. Ну, например, давайте посмотрим, где размещена розетка. То есть, это работает всё очень просто. Давайте розетка даже вот так, как она вот так записана, вот так мы и будем её искать. розетка и каталог. Справочник. Так, 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 так. Ага, оно везде всё, только розетку. Справочник, справочник, каталог. Давайте добьём каталог предприятий. Предприятий. Ну и, собственно, мы видим раз, два, три, четыре. Везде, где встречалась розетка, будут урлы, где они себя добавляли. Работает, конечно, этот тул специфически. Вы должны понимать, что не все запросы полноценно работают. Но на самом деле можно искать. Вот по intitle, например, можно поискать непосредственно в поиске, где кто есть. Единственное, что надо исключать сам домен розетка.com.ua для того, чтобы у вас, условно говоря, ничего не было. При помощи простых инструментов можно сохранить выдачу и выкачать все каталоги. Internet. Магазин, например. И поищем, например, справочник интернет-магазинов. Тул достаточно простой. Так, справочник. Это новость, 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 новость. Раз, два, два, три. Нет, это огородник. Так, явно повторяется мусором. Ну, в целом, вот так вот приходится выбирать ручками все эти каталоги, которые встречаются. Раз, два, три, четыре. Как вы видите, ну, достаточно. Есть еще живые каталоги, где можно искать. Да, искать приходится руками. Тул помогает. В целом, нужно его постоянно поправлять. Поэтому однозначно тул удобен. Но это не значит, что он за вас сделает всю работу. Выдачу удобно сохранять при помощи скриптов. Скрипты, я думаю, расскажу в следующем видео. Так что не забывайте подписаться, нажать на колокольчик. Я про это расскажу, по поводу полезных скриптов, их утилит для хрома, для SEOшника. По поводу ссылки соцсетей. Здесь я сразу говорю, это бессмысленно. Ссылки в соцсетях не дают SEO-эффекта. Они дают трафик. То есть, на самом деле, как такового SEO-эффекта соцсетей вы не получите. Но если ссылочку разместил какой-то очень профильный, как бы ваш профильный блогер, то есть, профильная площадка разместила ссылку на вас и большое количество пользователей ее увидели, вы сами понимаете, средний CTR у социальных сетей, он не такой большой. Там в среднем полпроцента, один процент. Но если вы знаете, что охват, допустим, этой площадки там 20 тысяч, ну, получить какую-то сотню кликов, почему бы и нет? Возможно, это ваша потенциальная аудитория. А про нее вы уже можете с полноценным ретаргетингом, с ней общаться, говорить о ней о каких-то новых поступлениях, новых ваших акциях, чем угодно. Поэтому, ну, ссылки в соцсетях, они имеют больше маркетинговую цель, чем SEOшные. На это следует обратить внимание. Анализ ссылочного профиля конкурентов здесь рассказывается по поводу Backlink Watch сервиса, но я сразу скажу, лучше Ахребса никто с этим не справится. Что бы ни говорили, Ахребса однозначно лучше. Что скажу по поводу дайджеста, который мы сейчас посмотрели. В целом он очень слабый. То есть, есть тут какие-то наборы статей, которые связаны по SEO. То есть, есть обзоры, как работает что-то. Здесь можно много чего почитать, интересно. Но сразу говорю, вы будете пробираться через тонны текста и банально у вас, как вы видите, ссылки идут на банальный на Google поиск. Материал, с которого следует обратить внимание, это действительно, как работает Google, как работает Яндекс. Вот то, что называется официальное руководство поисковых систем, про что говорил Шакин. Однозначно я рекомендую почитать. Все ссылочки, которые здесь есть, я оставлю в описании, чтобы вы могли с легкостью с ними ознакомиться. Однозначно обратить внимание, как работает та или иная. Вот благодаря вот этой руководству поисковой оптимизации для начинающих, я записал два своих видео, как работает Google, написал огромную статью по этой инструкции. Если вам ее, конечно, лень читать, вы можете посмотреть мое видео. Я более простым языком рассказал про то, как работает поисковая система. Но в целом здесь достаточно все просто написано. Вы можете почитать это все сами. Здесь нет ничего сложного. Статья актуальна. Я бы так сказал, она фактически, эта статья, вот это простое руководство, это то, с чего надо начинать изучение SEO-продвижения. Если вы хотите стать SEO-шником, эти две вкладки я бы прочитал. То есть, как блог Яндекса для веб-мастеров, руководство от Google, однозначно изучить. И как работает, руководство для аксессоров, тоже ссылочку оставлю в описании. По поводу блогов. Я в прошлом видео рассказывал новости из блогов, какие блоги самые популярные, какие SEO-блоги считать оптимальны всего. Если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Какие же блоги я рекомендую вам читать? Конечно же, Search Engine.ru я считаю, что это оптимальный русскоязычный блог, который следует почитать. Также SEO-news однозначно, потому что огромный кладезь информации, то есть, весь свежак выкладывается там. Я на них, в частности, больше подписан в соцсетях. Сам сайт читаю реже, обычно сижу в соцсетях и читаю непосредственно новости оттуда. По поводу Девак и Шакина пишут редко на самом деле. Последние все статьи, ну, достаточно, думаю, устарели. То есть, может быть, занятые слишком ребята, поэтому не успевают публиковать качественный контент. Но то, что есть, я рекомендую обязательно почитать. По поводу других блогов, блог Serpstat, однозначно неплохой блог. Не говорю, что там все супер, там как бы есть статьи достаточно такие спорные, с некоторыми мы не согласны, то есть, с некоторыми большинство не согласны, некоторые слишком общие, то есть, но в целом блог хороший, я рекомендую тоже для прочтения. Для новичка однозначно требую, ну, рекомендую почитать. По поводу блога рефера, я, честно говоря, забросил его читать уже давным-давно. Почему? Потому что, ну, мало что встречается. То есть, переводы статьи я лучше почитаю в первоисточнике. Почему? Потому что в первоисточнике читать так же легко. То есть, я считаю, что базовый английский должен быть у каждого SEOшника, иначе, в принципе, большую часть информации будет утекать у вас просто сквозь пальцы, как песок. По поводу блогов, каналов YouTube, которые рекомендуем посмотреть, однозначно, здесь все зависит от вашего любимого блогера. Почему? Потому что каждый YouTube канал на самом деле чем-то хорош. По поводу блогов в YouTube, я бы остановил внимание на, действительно, на уроках Рэнда Фишкина. Однозначно, следил бы за новостями, которые выкладывает Google. На это обязательно обращайте внимание. Обязательно Академия Яндекса, Академия рекламы Яндекса. Это идеальный канал. То есть, по этому поводу я бы сказал, что я начал знакомиться с Яндексом благодаря этому каналу, а не каким-то блогерам. То есть, в этом плане Яндекс. справка, она гораздо лучше. Я начал изучать сначала Директ, потом начал изучать непосредственно Яндекс. Продвижение. И вот здесь, действительно, у Яндекса официальный канал гораздо интереснее и гораздо более полный. Там очень много конференций, очень много информации, поэтому Яндексовский канал, ссылочку я оставлю в описании. Обязательно подпишитесь на него и следите за новостями. Там новости очень важны для любого новичка, который собирается заниматься продвижением. По поводу пабликов, здесь все сложно. Почему? Потому что паблики ВКонтакте я уже давным-давно не читаю, там вряд ли что встречается. Если вы хотите сказать обратно, обязательно напишите мне в комментариях, какие паблики ВКонтакте читаете вы. Я, честно, уже давно их не читаю, не по причине, что в Украине заблокировано ВКонтакте, а по банальной причине, что на самом деле я уже давным-давно там кроме развлекалого ничего полезного не видел, либо просто перепечатки тех же новостей. Новости можно узнать в Твиттере, можно узнать в Фейсбуке, где угодно можно узнать эти же новости, зачем мне ВКонтакте. По поводу телеграм-каналов, я считаю, что это очень такое интересное направление, потому что телеграм-каналы, они хороши, но в телеграм-каналах есть такой маленький минус. Они либо рассказывают про себя, либо рассказывают все подряд. Если не рассказывают про себя, понятно, они рассказывают про свой собственный контент, честно каемся, мы так делаем. Если вы любите такой формат общения, у нас телеграм-канал есть ссылочка в описании. И второй вид телеграм-каналы, которые спаймят, вот просто спаймят, там что-то произошло спаймят. И ты не поймешь какая новость важна, какая не важна, какая новость приоритетная, какая нет. То есть, в целом, они нужны для тех людей, которые уже в тонусе, которые уже SEO изучают много-много лет, и да, нужно действительно подписаться. Если же вы новичок, телеграм-каналы у вас немного будут сбивать стол, поэтому здесь важно следить за тем, то есть на телеграм-каналы я рекомендую подписываться уже когда вы где-то есть. Здесь в статье нет ничего по поводу подкастов. Подкастов в SEO немного. Кстати, мы создали свой самый классный подкаст. Обязательно подпишитесь на него. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Не забываем подписываться и следить за самым классным подкастом на интернет-просторе Рунет. По поводу бесплатных книг. По поводу книг. Все ссылочки, которые здесь есть в книге, их можно выловить. На самом деле очень интересная. Вот Link Building Strategies я читал. Очень неплохая книга. Я сразу скажу, по поводу Link Building у нас огромное количество статей. Мы про них рассказывали. Так что рекомендую вам с ними ознакомиться и обязательно обратить внимание на них. По поводу бесплатных курсов. Курс от Yoast достаточно неплохой. Очень неплохой. Я считаю, что обязательно рекомендую всем пройти. Справка у Яндекса очень неплохая. Обязательно рекомендую всем пройти. Всем начинающим SEOшникам. Я считаю, что это оптимально. Если ты хочешь заниматься SEO, курс Яндекса Вебмастер должен быть пройден. Если у тебя он не пройден, то есть ты ничего не проходил. По нему легко проводить собеседование. Если к вам приходит SEOшник к собеседованию, вы хотя бы по курсу Вебмастера можете ему задать пару наводящих вопросов. Если он их знает, значит, действительно, перед вами попался человек, который хотя бы готовился. Не говорю, что он самородок. Но хотя бы готовился. С ним можно работать. Если он там уже запинается, не тратьте время. По поводу других материалов давайте пройдемся быстро и действительно отдадим свой вердикт, на что следует обратить внимание. Так, здесь статейка простая, 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 простая. Однозначно пропускаем. Аспро не постарались изложить информацию. На 3 минуты статья. Смотрите, если вы видите статьи очень короткие, в которых практически ничего не написано, не тратьте на них время. Почему? Потому что эти статьи пытались писаться для того, чтобы зайти, конечно же, в SEO, в топ. Либо эти статьи продают курсы, либо эти статьи просто пытают продвинуть свой собственный сайт. Поэтому однозначно здесь вы ничего не найдете. Так же, как и здесь, вы точно не найдете ничего полезного. То есть, даже если мы зайдем в любую статью, так мы видим, что здесь контента нет. Как мы видим, всего лишь две статьи фактически отвечают на два основных вопроса SEO-продвижения для начинающих. Это те статьи, которые действительно были в топе. То есть, я на самом деле в Google просто вбил этот запрос и посмотрел, что я вижу. То есть, SEO для начинающих и увидел несколько статей. Я пересмотрел их, все эти ссылочки и все покликал. То есть, у меня большая выдача, я смотрел все. На самом деле, это серьезная проблема. Поисковик еще не очистил контент от мусора. И, соответственно, если вы хотите изучить SEO для начинающих с нуля, вы столкнулись с тем, что контента действительно мало. Либо, фактически, это записанные ролики, в которых всего лишь пытаются за какой-то короткий промежуток времени вам что-то рассказать, уложить как-то эту всю информацию, чтобы ее хотели досмотреть и не бросить на полпути. Либо эта информация разбросана в виде бессмысленных и пустых статей. И эти статьи фактически ничего вам не дают. Действительно, SEO-продвижение для начинающих это больная тема. И контента по этой теме исписано много, но на самом деле обратить внимание иногда просто не на что. Я в этом ролике оставлю все ссылочки, которые я считаю полезными, потому что я изучаю SEO уже очень давно. Перечитал огромное количество контента. И для экономии вашего времени оставлю самые популярные источники, на которые следует обратить внимание, обязательно в описании. На этом, собственно, все. Всех благ вам. Обязательно задавайте вопросы в комментариях. Я обожаю дискуссию, люблю обязательно пообщаться. То есть по этой теме, я думаю, мы точно найдем какой-то общий консенсус, общую тему. То есть действительно, какие статьи полезны, какие нет. Расскажите, на чем вы готовились. Собственно, у нас есть даже люди, которые смотрят наш YouTube-канал и устраивались на работу с SEO-шниками. Это тоже мы знаем. То есть да, это работа. Поэтому расскажите, как вы узнали, как вы стали SEO-шником. Потому что, как вы понимаете, университета нет, школы нет. Все это нужно учить самостоятельно. И все это изучать нужно на своем собственном опыте. Наша цель этого ролика действительно сэкономить ваше время, для того, чтобы вы не тратили время на изучение бессмысленной статей, бессмысленной информации, а всегда оставались в тонусе и читали в первую очередь то, что нужно. Потому что в первую очередь вы должны сначала стать SEO-джуниором, для того, чтобы урасти до сеньора. Но если вы джуниором не знаете, как стать и тонете в этой всей информации, то вы и не станете SEO-шником вообще. Так что всех благ вам, не забываем подписаться и до новых встреч.